Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами обратимся к словам Христа, которые Господь произносит в Гефсиманском саду в момент, когда Иуда приходит вместе со стражей для того, чтобы арестовать Христа. Иуда приблизился к Иисусу и сказал, «Приветствую тебя, Рави!» и поцеловал его. Иисус сказал ему, «Друг, вот для чего ты здесь!» Наше внимание будет сосредоточено на этом странном образе «друг». Возможно, несколько вариантов перевода этих таинственных, необычных слов Христа, либо переводит как вопрос, «Друг, зачем ты пришел?» либо как констатацию факта, «Вот, зачем ты пришел?» Потому что Христос прекрасно понимает, что происходит. Конечно, образ Иуды всегда вызывает смущение и тревогу. Нет более отвратительного персонажа в священной истории. Именно поэтому Данте помещает его в самую глубину ада. И Иуда навсегда осталась нарицательным именем, которое выражает крайнее презрение к малодушию и человеческой подлости. Но Евангелие, это Евангелие, оно написано не для того, чтобы на нас нагнетать чувство страха или отвращения. Поэтому очень важно услышать, как имя Иуды и все, что связано с этим, звучит в устах самого Христа. И это позволит нам понять правильную тональность, с которой Господь произносит эти слова. В них слышна ненависть, скорее горечь, сожаление и милосердие. И слово «друг» здесь является, конечно, ключевым. В греческом тексте употребляется не то слово, которое мы ожидали бы, связанное со словом «филия», «дружба». Употребляется другое слово, которое означает «спутник жизни». Не просто тот, кто тебе дорог, кого ты любишь, а тот, кто является спутником твоей жизни, с кем ты разделяешь хлеб каждый день, кто всегда рядом с тобой. От этого греческого слова происходит слово «гетера». как спутница жизни. Поэтому Иуду здесь Христос называет как близкого друга и спутника жизни. И, конечно, возникает недоумение. Однажды мы слышали, как Христос, обращаясь к апостолу Петру, говорит слово «сатана». И, казалось бы, здесь, как нигде, было бы уместно именно это прозвище. Но почему в какой-то момент Христос называет Петра сатаной, а Иуду называют другом? И навсегда Иуда остается образом того апостола, который будет образом друга. Это показывает на, конечно, неоднозначность вообще дружбы. Потому что дружба, как мы ее представляем в повседневной жизни, дружба, как ее представляют себе философы, не всегда соответствует тому, как она открывается в Священном Писании. Христа должен предать великий апостол и близкий человек. Потому что, если бы просто предал кто-то подлый, посторонний, то это было бы недостойным самого Христа. С другой стороны, только близкий друг по-настоящему имеет возможность подойти поцеловать. Только близкий друг по-настоящему знает, где сейчас находится его учитель. Потому что в этот момент Христос скрывается вместе с своими учениками, зная, что на него ведется охота, именно потому что это близкий друг смогло совершить то, что свершилось. И поэтому евангелисты добавляют к этим словам «досбудется Писание». Кажется, что Иуда совершает какую-то подлость, идет на поводу своих мимолетных страстей или какого-то политического расчета. Но евангелисты говорят, что в действительности в этот момент совершается то, что должно совершиться, и Иуда остается лишь просто орудием божественного промысла, только лишь средством того, как Бог совершает спасение. И все это наполняет образ предательства Иуда какой-то амбивалентностью, парадоксальностью, и наша мысль легко может потеряться в этом лабиринте хитросплетения образов и мыслей. Но это для того, чтобы мы не торопились просто демонизировать образы Иуду Искариота, потому что так гораздо проще. Но для того, чтобы мы задумались о парадоксальности человеческой судьбы, и что в действительности каждый из нас может оказаться на его месте, и поэтому нужно быть очень и очень чутким и осторожным. Фактически вся эта история и слова Христа, обращенные к Нему в Гефсиманском саду, это призыв к бодрствованию. Конечно, Христос с горечью произносит это слово «друг», потому что события предыдущих дней и последующих дней это истории предательств. Его сейчас предает Иуда, затем Христос будет предан в руки сильных мира сего, в руки римлян, от него откажется народ, и он останется совершенно один. Его жизнь развивается по мере нарастания предательств, и тем самым сгущается тьма и смерть над его головой. Но эти слова «друг» в действительности звучат еще как отзвук пророка Иеремии, когда Христос говорит о том, что человек, который предаст сына человеческого, лучше бы ему не родиться. В действительности это цитаты из пророка Иеремии, потому что он в какой-то момент это произносит. И сказанные в отношении Иуды эти слова говорят о том, что у тебя еще есть шанс, у тебя есть возможность стать пророком. Ты можешь отказаться от того, что ты задумал, ты еще можешь восстановить свое достоинство ученика и апостола. И фактически Господь каждому из нас тем самым обращается с этим предостережением. О последующей судьбе Иуды существуют две версии. Евангелист Матфей говорит о том, что Иуда раскаялся. Он пришел к первосвященникам, признает свою вину и говорит, я виновен, я предал смерти невинного человека. И затем он пошел и повесился, совершил самоубийство, тоже грех, который тем самым поставил окончательный знак на его бунте против Бога и его предательстве. Лука, автор книги «Деяния апостола», не говорит о том, что он покончил с собой. Говорится о том, что он купил поле и что он умер при каких-то таинственных и трагических обстоятельствах. Но, по крайней мере, самоубийство он не совершил. И эти слова «друг делает то, ради чего ты пришел» действительно звучат очень двусмысленно, потому что в этот момент должно исполниться пророчество. Какое же пророчество должно исполниться? За богослужением Великой Пятницы мы слышим Псалом. «Тот, кто ел вместе со мной хлеб, поднимает на меня свою питу». «Тот, кто был твоим другом, твоим спутником, становится твоим врагом и твоим предателем». И это особенно горько. Очень часто в Псалмах возникает этот образ «Если бы враг поносил меня, я бы стерпел, но ты, мой искренний, мой близкий». Именно только друг имеет эту возможность вонзить в спину нож, ранить в самое сердце. И в этом амбивалентность положения Иуды. И здесь очень важен другой образ. Очень часто в философии и в нашей повседневной жизни друзья – это наши союзники. Иногда это люди, с которыми мы заключаем союз для достижения какой-то цели. Например, в интересах партии или как некое фронтовое товарищество, братья по оружию, из чувства солидарности. Есть замечательная фраза Аристотеля «Платон мне друг, но истина дороже». И это одна логика. Но мы с вами говорили о том, что в Священном Писании другая логика. Дело в том, что истина – это и есть друг. И вот здесь этот образ друга обретает какое-то совершенно парадоксальное и высочайшее свое звучание. Христос есть истина, путь, жизнь. Более того, Он есть друг. И здесь я хочу напомнить вам слова, которые однажды Федор Михайлович Достоевский написал в письме Натальи Дмитриевне Фанвизиной, где он говорит примерно такие слова. «Если вдруг однажды мне докажут, что есть истина, и эта истина не имеет ничего общего с Иисусом Христом, то я предпочту не истину, но Иисуса Христа». Фактически самое главное – принадлежать Богу, верить, не потому что это какой-то залог абстрактной истины, но быть верным, каким может быть верным только друг. Но именно эта верность всегда таит в себе риск и опасность, головокружительного падения, против которого в Евангелии нас и предостерегает Господь через образ Иуды. Сатана воспользовался свободой воли Иуды. Господь оставляет свободу человека, оставляет свободу верить, не верить, быть верным или быть неверным. О мотивах предательства Иуды существует очень много версий. Некоторые считают, что самое его прозвище Искариот связано с тем словом, которым обозначался короткий кинжал, которым пользовались боевики, повстанцы, нападая на римлян, сикарии Искариот. Кто-то связывает это с названием местности, откуда он был родом, вероятно, на юге Иудеи. Кто-то связывает это с выражением «сын лжи», потому что действительно эти слова созвучны. Евангелист Иоанн, когда изображает сцену предательства Иуды, помещает ее в обстановку «Тайные вечери». Именно в тот момент, когда Иуда получает хлеб из рук Христа, если это было первое Евхаристие, то он получает первое причастие, именно в этот момент в него входит сатана. В действительности Иуда не просто пользуется какой-то своей свободой, он становится слепым орудием темных сил, которые входят в него. И поэтому, Евангелист говорит, в этот момент он выходит прочь, выходит во тьму внешнюю. И там была ночь. Понятно, что в Евангелии это не просто географические или хронологические указания, это всегда указания на внутреннее состояние души. Иуда, сын, погибели, и он совершает то, что он должен совершить, ради чего он пришел в этот мир. Потому что тьма сгущается, но тьма не может обнять свет, и суд совершится в том, что то, что было внешним, должно оказаться вовне. То, что было тьмой, оно должно быть отвергнуто во мрак. И поэтому вопрос, который возникает, можно ли спасти Иуду? Можно спасти человека, который совершает ошибку, совершает грех, даже самый страшный грех. Но Иуда — это не просто образ человека, это образ погибели. Поэтому можно спасти человека, обреченного на погибель, но невозможно спасти саму погибель. То, что означает выражение «сын погибели». Поэтому его место во тьме, его место во мраке, во внешнем пространстве, которое остается за пределами Сионской горницы, за пределами того пространства, в котором Бог празднует свой брачный пир. Но для всех нас это остается, как и весть надежды. В действительности, Бог оставляет нам свободу воли, но это никоим образом не ограничивает его свободу. Бог тоже обладает свободой и обладает силой и всемогуществом. Он способен даже наши ошибки обратить в орудие спасения. И в этом образ Иуды, с одной стороны, вызывает в нас недоумение и суеверный страх, с другой стороны, где-то в самой глубине таится эта весть надежды и настоящая Евангелие. На портале Экзегет.ру с вами был Паратерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. 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 Санкт-Петербурга.